Воскресенье Христово видевше Поклонимся Святому Господу Иисусу Единому, безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос И Святое Воскресенье Твое прославляем Ибо Ты, Бог наш Кроме Тебя иного не знаем Имя Твое прославляем Придите все верные Поклонимся Святому Христову Воскресенью Ибо пришла через крест Радость всему миру Всегда прославляя имя Господа Поем о воскресенье Его Распятие претерпев Он смертью смерть победил Воскрес Иисус из мертвых Как Он и предсказал Подарив нам жизнь вечную По великой Своей милости Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему Живому Спасичному Аплодисменты воскресшему 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 Христос воскрес, Христос воистину воскрес. А ты воскрес, а я воскрес. Мой Бог живой, и я живой. Мой Бог воскрес, и я воскрес. О, yes. О, yes. Раз, мои people, гоу. Я жил во тне греховной. Был Богом себе сам. Но Иисус воскресший. К себе меня призвал. Теперь живу я с Богом. Свободен от греха. Иисус Христос воскресший. Иисус воскресший. Он праведность моя. И Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воистину. О, yes. Я жил во тне греховной. Был Богом себе сам. Но Иисус воскресший. К себе меня призвал. Теперь живу я с Богом. Свободен от греха. Иисус Христос воскресший. Он праведность моя. Да, сила воскресения Христова в нас и через нас верующих. Христос посреди нас и есть и будет. И Он в нас верующих. Аминь. 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 Да, спасибо. Да, благословение всем музыкантам, певцам, певчим. Да, всем слава Богу. Приветствую всех вас, братья, сестры. Да, всем святым и верным Божьим чадам радоваться. Еще говорю, радоваться. Да, всем святым на Белой речке радоваться. Многократно, да. И, возлюбленные, сегодня хочу поделиться словом и свидетельством. Я думаю, что это очень важно каждому человеку, верующему, быть свидетелем Господа, Спасителя Иисуса Христа. Он так и говорил, будьте мне свидетелем. На этой земле, в этом мире. Да, и слова, любимые мои слова из Нового Завета, из Евангелия от Иоанна. Вот я их сегодня хочу вам адресовать. Я первый раз здесь проповедую. И я хочу поэтому это слово оставить. Знаете, как проповедники многие, да, имеют какие-то слова особенные от Бога. И мы не только проповедники, конечно. Вообще все по-настоящему, не по-нарожку, а по-правдно, что мы, как христиане, то имеют какие-то слова от Бога, имеют какие-то особенные откровения. Мы называем это ремой. Рема – открытое слово, или же еще пережитое слово. Принятое, растворенное верою и осуществленное слово, ставшее плоти. Это тоже рема. Божия рема. И вот 20 лет назад такой ремой стало из Евангелия от Иоанна 11.25. Евангелие от Иоанна 11 глава вообще она шикарная, да, это глава о воскрешении Лазаря. И 25 стихом вот эти слова «Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет». Вот этих 20 лет последних живу этим словом, вот этим откровением. И Он есть в воскресении. Поэтому я говорю «воскресенье», я подразумеваю Иисус. Я говорю «Иисус» подразумеваю «воскресенье». Я говорю «Христос», подразумеваю «жизнь». Я говорю «жизнь» подразумеваю «Христос». Аллинуя. Иисус, плавенцев тоже, да, Господь, хвалу. Да, братья, сестры. И это действительно особенное такое послание, именно... Я, наверное, сдвинусь сюда чуть-чуть. Вот. Именно послание о воскресении и жизни Христа, тем более в преддверии Пасхи. По... Кстати, по библейскому календарю уже, вот на днях уже, да, будет Пасха. Уже в эту среду, как бы, значит, получается, 5-е в этом году апреля выпадает на полнолуние месяца Ниссан. Месяца Авив, как мы еще называем в Библии, это написано, да, или первый месяц. То есть, библейская Пасха уже, вот уже совсем на носу уже, как говорится, да. Вот, ее в народе еще называют еврейской Пасхой, или как еще. Но это библейская Пасха. 14-й Ниссан, это день, когда Бог вывел такие свой народ. В этом году исполнилось ровно 3 335 лет со дня начала этого чуда. Так что ровно 3 335 лет тому назад, да, вот в эти самые дни уже были последние приготовления. Вчера было у нас 10-е число этого месяца Ниссан. И как раз выпало на субботу, точно так же, как было тогда, в одни Моисея. Ровно 3 335 лет назад, если посмотрите календарь, то же самое. 10-е Ниссана выпадало на субботу. Вот, а Пасха ночью выхода из Египта выпадала на среду тоже как раз. То есть, в принципе, вот так же совпало, интересно, красиво, совпадение в этом году. Вот, и 10-го Ниссана мы знаем, да, в эту среду, в эту сумму, извиняюсь, Согласно Библии, да, это был день, когда каждая семья брала агонцев, ягнят, козлят, однолетних, помните, да? И заводила их в свои жилища, привязывали их у себя в домах. А уже 14-го Ниссана уже, да, как говорится, готовили шашлык, маршлык, уже все запекали на огне этого барашка, этого ягненка, козленка однолетнего. И в течение той ночи надо было его очень быстро съесть, да, и при том съесть не просто там, а потом на диванчике лежать, а съесть и быстро выходить из домов своих потом, когда Бог повелевал. И они были в одеждах, они были способны, они были уже наготове пресные хлебы, горькие травы, значит, да, и вот этого козленка-ягненка. И каждая семья должна была сделать, а кровь этого козленка-ягненка, его, значит, брали и косяки мазали, перекладины. Вот мы тоже сделаем такое и на канале Ютуба, кому интересно, будет трансляция прямая, все наш новобдение, как раз ночь, вот та самая ночь, которая отличается от всех ночей года, да, как говорится, you welcome, добро пожаловать, да. Канал мой называется Архиепископ Сергей Жаулев, кто не подписался, подпишитесь, ставьте лайки, колокольчик, короче, все, как положено. Да, значит, да, до права рекламы. Не, ну мне нужно добрать еще подписчиков, потому что я, значит, до 10 тысяч подписчиков еще не дотянул еще, но там еще есть немножко. Так что для белореченских есть еще там зазор такой, да. Вот, значит, да, чтобы получить еще там дополнительные звездочки такие, ну, кабулычки там какие-то там, как положено там. Вот, и, то есть, продвигаю канал, вот уже последние годы, несколько лет. И все ночное бдение будет у нас, получается, ну, такой внутрицерковный будет отдельно в ночь на 5-е число, а так с 5-го на 6-го апреля в этом году, состремленный четверг на этой неделе, будет ночь бдения, все ночное бдение, посвященное как раз именно вот исходу, нашему выходу из рабства египетского. Да, это потрясающая ночь, это особенная ночь в году, она всегда наполнена особенными переживаниями, конечно. Вот, это прекрасная ночь и ужасная одновременно, потому что праздник Пасхи, это праздник со слезами на глазах, да, потому что мы вспоминаем и казни египетские, эти ужасы, которые обрушились на это государство, тогдашнюю сверхдержаву Египет, да, особенно последняя казнь вообще ужасная, да, смерть первенцев от человека до скота. Да, подумать только, это вот просто ужас на самом деле, вот по всему Египту был плач и вопль был, вот, но, да, так было надо, иначе никак вообще, иначе никак. Жестоко было сердце фараонова, он ожесточал свое сердце, но потом уже и Бог ожесточил его сердце. И мы вышли, как в православной поется в псалмах, Яко по суху пешешествовав Израиль, по безде стопами гонителя фараона, Видя потопляемо Богу победную песнь поим вопияше. Аллилуйя. Да, и вся тайна исхода в том, что то, что происходило ровно 3335 лет тому назад, это было лишь начало. Исход продолжается по сей час. И царствовать мы в царство возлюбленного Сына Своего Господа Иисуса Христа Бог выводят. Тогда был Моисей, у нас сейчас тоже Моисей с нами, да, слава Богу, Моше, Робейн, да, но, знаете, дело в том, что сегодня среди нас тот, кто действительно совершает этот исход, и он в наших сердцах, наш Король. Мы ожидаем возвращения нашего Короля. Однажды оно произойдет. Но уже сейчас мы, часть Его Королевства Великого, Его стройки тысячелетий, да, Храм Божий созидается из живых камней, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Там, на Сионе, положен камень скала, Краеугольный он стал главою угла. Верю я, в него не постыжусь, он мне прибежище и основание для меня. Он драгоценным стал камень испытанный, скала моя. Слава Аллинуя! Иисус, Ишуа, Аллилуйя! Слава, Аллилуйя! Слава, Аллилуйя, Иисус! Стал на Сионе, Божен камень, Стал на краеугольный, Он стал главою угла. Верю я, в Него небыстрыжусь, Он не предбежуще и основание для меня. Он драгоценным стал камень и стыканый, Сказанная. И вот именно о Нем, о Христе скажу, что действительно ни в ком оно нет спасения. Мы эту веру исповедуем уже два тысячелетия с вами. Как и первые ученики его, так и сегодня мы в наш век, когда уже, как говорится, космические корабли там бороздят просторы Вселенной. Мы тоже веру исповедуем, что и первые христиане, что ни в ком оно нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, всему человечеству, дарованного свыше от Бога, Которому надлежало бы нам спастись. И мы спасены, и мы спасаемся. И действительно, никто не может положить другого основания, Павел пишет еще коринфянам, да, кроме положенного, с одним Богом, Который есть Иисус Христос. И он говорит дальше чуть-чуть, а разве вы не знаете, что выгодит Храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И в этом году я отметил 41-ю годовщину жизни моей во Христе. В самом начале 82-го года он пришел в мою жизнь, ворвался просто вообще, ворвался. Это было чудом. И то, что было до того, это как бы совсем другая жизнь. И я помню о ней, конечно, о той моей прежней жизни, но она мне кажется как вот понарошку, не как по-настоящему. Но все изменилось, когда он пришел в мою судьбу. Я поэтому очень благоблагодарен за эти чудеса, за его милость и благодать, да. А в начале 82-го года вообще было все очень экстремально. Я тогда умер от пневмонии двусторонней. Да, констатировали врачи мою смерть от отеков легких. И все. Но Господь пришел в мою судьбу. Или точнее я к нему пришел, можно так сказать. Потому что я уже... Мое покаяние было вне тела, будем так говорить. То есть я знаю, что такое выходить из тела и в него снова заходить. Не по наслышкам, не по чужим рассказам, а по своей личной истории знаю это. И был исцелен сверхъестественно. Врачи моего воскрешения как-то попытались объяснить. Ну все-таки там примерно час отсутствия, как бы это было сложно им объяснить. Но все-таки попытались объяснить моим родителям, да. Но именно исцеление обоих легких, что у меня новые легкие. Вот уже больше 41-го года дышу этими легкими. Вот славлю Бога, благодарю Бога за все. Слава Богу. И... Но самое главное не это. Самое главное даже не воскрешение и не исцеление легких. А самое главное было чудо. Это встреча с ним, которая полностью все переродила, переменила. Я вернулся с другими мозгами совершенно, с другим сердцем. Даже за секунду до смерти я не знал, что Бог вообще в природе существует. Я вырос в лучших традициях марсизма и ленинизма. Но, слава Богу, когда вернулся, я был вернулся влюбленный. Да, значит... И... Вспоминая эту свою первую любовь, конечно, я восхищаюсь Богом. Удивляюсь Ему, конечно, очень сильно. Вот. Но и сейчас бывает, спустя эти 41 год... Бывает, нет-нет, да. Любовь так нечаянно наглянет, как бы, да. Нахлынет все это. Но самое главное, когда делишься Словом Божьим, оно как бы снова и снова вспоминается. Снова и снова. Да, это Евангелие, потому что силу Божьей спасили всякому верующему. И тому, кто проповедует, и тому, кому проповедовать. А Силой Божьей является просто и все. И, значит, потом... Слово Божье как раз тогда пришло в мою жизнь через книги по атеизму. Да, значит... И всякое было. В Советской Армии много чудес Бог совершил. Вот вчера вспоминал тоже. На самом деле можно отдельную книгу писать, что я и делаю, собственно. Вот как раз по поводу именно тех чудес, армейских чудес. За два года той Советской Армии... Хотя... Родители, конечно, были в шоке, что их сын ходит в церковь, Библию читает. Их... Их мозги-то не выдерживали. Папа даже ездил в обком партии и писал отвлечения от меня тогда, когда я в училище заканчивал художественное. Было дело, да. К сожалению. Даже родственники сообщили, что я умер уже, все. Значит, потому что... Перед тем и по-хорошему, по-плохому попытались как-то отговаривать. Мама там... Ну, даже истерика была даже у родителей. Мама там кричала даже... Лучше ты был бы пьяниц или тюремщик, но только неверующий. Мы не переживем, что наш сын входит в храм, по помощи станет. Я еще сказал, что в семинарию пойду. А я что-то... После училища художественного документа же отвозил в институт кинематографии Горького. Туда на режиссерские курсы поступал. Значит, а... А здесь я сказал, что все, я забираю этот документ и я увожу их в семинарию. Ну, короче, для родителей был вообще скандал просто. Вообще скандал. И... Ну... Папа подошел таким образом. Во-первых, там, да, отвлечение написал от меня. Вот. И... Его родители, мои дедушка, бабушка, они же ветераны ЧК, НКВД были еще там, до войны сделали карьеру в этих органах. А их родители, мои прабабушка, прадедушка, они же за эту, как бы, идею революционную, там, еще при царе батюшке сидели по ссылкам, по каторгам, как бы. То есть, я из потомственных неверующих. Из потомственных безбожников, революционеров, как бы, вот, ну, сейчас сам революционер, только божий уже революционер. Да, в божьей революции, в реформации уже. Вот. И, знаете, папа сказал, ну, вот, он в армии не служил, поэтому, вот, он так, как бы, так вот, богов себе всяких, там, художник тем более. Как бы, по-все, был у отца три сына, двое нормальное, третий художник. Вот. И, как бы, значит, вот, поэтому, значит, надо его в армию побыстрее отправить, там из него религиозную дурь вышибут, ну, цитата буквальная. Вот. И вернется нормальным советским человеком. Вот. Правда, тогда уже перестройка началась, как бы, и уже, как бы, уже там, там, какие-то такие поползновения были в сторону религии, но родители стояли твердо на прежних позициях. И бабушка такая была революционная, она почти сто лет тогда уже была ей. Она, как бы, Ленина, Сталин, только лишь два человека нормально, которые были в истории России, все остальные негодяи вообще. Вот, как бы, такая была бабушка революционная. Вот. У нее был револьвер, подарок Сталина, как бы, с именной. Сейчас он в музее областном экономическом хранится. После смерти бабушке передали туда. То есть, короче, вот такая история была. Вот. Поэтому слово верующие в нашей семье, если с чем-то ассоциировалось, то только лишь с врагом народа, как бы. То есть, как бы, с негодяем и все-все-все. Вот. И я стал изгоем в своей семье. В армию меня таки отправили все-таки, да. Как бы. И из меня религиозную дуть попытались вышибить, но получилось, наоборот, вшибли далеко. Да. Значит, знаете ли, я понял, что, как бы, не гнется, не ломается, только улыбается. Вот. Действительно, знаете, вот, христиане, чем больше, как бы, нас там, как бы, и прессуют, и все, наоборот, вера еще крепче становится, как бы. Вот. Так что мои университеты начались там. Вот. И особенно последних полгода. Первых полтора года было, вообще, ну, просто благодать служения в армии. Почти всех наших полковых офицеров, почти всех снабдил я новыми заветами. Вот. Покупал тогда. Они деньги сбрасывались мне. Я относил батюшки. Батюшка, там, на епархию закупал, как бы. И я приносил тайком. Тогда нельзя было в свободной продаже купить такие книги. Вот. Но они хотели это иметь, потому что, по моим рассказам, я им там сотни раз одно и то же пересказывал на горной проповеди и все. И, значит, мало того, офицеров полка, а еще плюс офицеров высших этих курсов. Вот. Вот там было уже, конечно, это случает всех злее уже было, как говорится. А курсы были имени генерала Шапошникова. Кто офицер там служил, те знают. Это курсы выстрел. Они в Союзе были очень известны, эти курсы. Ну, там больше полковников, чем рядовых на этих курсах. Там все время ходишь, только успеваешь, только. Но эти полковники, они как раз больше слушали и покровительствовали мне. Настолько, что там полтора года службы первой армии, полтора года, я фактически каждое воскресенье был в храме. Да, значит, да и субботу вечером на все наше там чаще всего. На Клироссе там, значит, там священнику помогал. То есть, как бы я, в принципе, хотя в советское время все коммунисты, да, но уже перестроил, уже Горбачев уже был, уже, но, как бы, еще, как бы, еще там, кто его знает, куда дальше кривая вытянет. Вот, но, как бы, вот такая история была. Ну, последних полгода была жесть, как сейчас говорят, такая самая жесткая жесть. У нас все поменялось, руководство стало меняться, вот, генералы многие ушли, новые пришли генералы, и было очень жестко. Моим командиром стал такой ярый безбожник, ну, даже не то, что безбожник, он, ну, ну, одним словом, он боролся не со мной, а с Богом, на самом деле. Вот, ставший лейтенант новый в моей роте, ну, мой рот и командир. Ну, а у нас были офицеры такие, если были лейтенанты, они были все из блатных. И этот офицер, он был тоже из блатных таких офицеров. Его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник, вот, он был старлеем. Ну, конечно, как бы, для него это я был вообще ничто, как бы, и зовут никак. Но начальник штаба на меня был злой постоянно, вот, и он, значит, сказал ему этому старлею, значит, что так и так, что рота образцовая. Ну, в полку, на самом деле, наша рота была образцовая. Но там есть одна парчеровца, которая все стадо портит, и он имел Журавлева, меня, то бишь. И, значит, и началась моя служба такая, очень жесткая. Много раз смерть смотрел в глаза, и на полигоне подставляли меня. То есть я должен был, ну, дебиль ногами вперед сделать. А я возвращался с полигона на своих двоих. Его это еще больше раздражало. Вот, что я живой возвращался каждый раз. Ну, правда, были эксцессы, и ноги отнимались, парализация была у меня, думали, комиссует уже. Но Бог за ночь исцелил меня. И утром я уже стоял на своих двоих уже. Вообще, это было чудо сверхъестественное. Всю ночь орал к Богу просто. Вот, значит, и много других было чудес, очень сильных чудес таких, знамений. И ему, видимо, тоже кое-что рассказывали, пересказывали, и он еще больше злился. И, значит, подставлял меня. Ну, а все остальное время я проводил на гаупахте и чаще всего, значит, в карцере. Вот. В обычную камеру обычными не сажали, а чаще всего прямо сразу в карцер. И у нас была очень жесткая гаупахта, очень жесткая. Вот, там Катемировская, Таманская дивизии, все отдыхают. Когда оттуда офицеры приезжали к нам, то на учебу они говорили, и ваша губа, это вообще-то, ну, самая жесткая была, на самом деле. То есть, при поступлении сразу всего тебя отбивали. Харкался кровью, печень, почки, все это тебе повыбивали. Вот, значит, и делали аквариум. Тоже вот как два-три ведра холодной воды и совок хлорки бросали. Травили хлором просто. До потери сознания. Потом вытаскивали, снова бьют. Ты приходишь в себя немного, снова в хлорку. И пока не дуреешь, пока уже не уже, ну, ты уже не соображаешь, где ты, что ты. То есть, за несколько дней можно сломать человека. Вот. И я там сидел неделями. Это было, я не знаю, здоровья у меня столько нету. Это Бог сохранил просто. Харкал кровью постоянно, потому что там все отбивали. Вот, значит, а удар прикладом, это не рукой даже, я вам так скажу. Но Бог сохранил. И ребра исцелял мои поломанные. И вообще, ну, много чего исцелял. Сверхъестественно. Вообще, сверхъестественно исцелял. Последний раз, когда, значит, этот офицер меня на головку авто отправил, то меня держали там уже в канцере полтора месяца. Ну, те, кто были в канцере, те знают, что такое это. Да, это. Выжить невозможно на полтора месяца. При нулевой температуре, в одном ХБ. Ну, ледник, по сути. Да, значит. И после аквариума, вот, после этого флора, вот, полтора месяца не спать, не есть, мерзнуть. То есть, только лишь согреваться, только лишь приседания, отжимания немного. Хоть кровь разыгралась. То есть, после, ну, неделю еще можно было выжить. Вторая уже понимал, что уже моего здоровья не хватает уже. Все, сбой уже идет. Третья неделя, я уже понял, все, я покойник. Я уже жену уже не вернусь уже. Вот. А если я бы выжил там, то меня ждала еще дисбат. Он говорил, полтора года дисбаты минимум. Вот, значит. А с дисбата дембель ногами вперед, точно, пообещал он. Потому что начальник дисбата, это его дядя родной, там, московский дисбат. Его дядя родной начальником был. Они дембель делали ногами вперед ребятам. Ну, избивали, вешали. А потом, как бы, значит, списывали на самоубийство и все. То есть, вообще, там списать, вообще, ничего не стоит. И, ну, не хотелось помирать молодой еще совсем был. Пацан еще был, что я соображал. Ну, и, понимаете ли, молиться запрещали, конечно. Но за полтора месяца, вот, особенно в последних этих, там, на Гоупахте, знаете, вот, была моя молитвенная школа. Когда проходишь какие-то испытания, они кажутся нехорошими, конечно, да. Но когда пройдешь, потом понимаешь задним числом, что, как бы, это было во благо. Это была моя молитвенная школа. Безмолвная молитва. Безмолвный вопль, крик безмолвный. И там ко мне пришел Иисус. Да, я там впервые в жизни видел видение. Не выходя из тела, я был в теле. Этими глазами физическими, да. И это было видение. Это не была галлюцинация, кстати, да. Хотя я потом свидетельствовал в разных собраниях. И в одном собрании там были курсанты военные, врачи будущие. И преподаватели были. И один из преподавателей, полковник. Мы потом общались после собрания на этой военной кафедре. И этот полковник, уже пожилой человек, он врач-психиатр, как раз психиатрия военная. И он как раз сказал, что судя по вашему рассказу, да, это ужасно, что происходило с вами. Ну, полтора месяца не есть, не спать, на холоде быть, дышать флором. Ну, все условия для хорошей галлюцинации. В принципе, то, что вы описали, это можно описать как галлюцинация. Но я ему объяснил, говорит, товарищ полковник или господин, одним словом, как-то сказал, что при всем уважении, я не оспариваю вас, но, говорю, я имею внутри себя точно свидетельство, что это было не галлюцинация, это было видение. Потому что галлюцинация, она не меняет обстоятельств. Она, если касается только лишь самого человека, его психики. А то, что Иисус пришел, это пришел не просто ко мне лично, а все мои обстоятельства полностью поменялись, абсолютно вообще. Ну, поначалу, да, я тоже, честно говоря, подумал поначалу, что когда, перед тем еще накануне Новая Рода, когда в корову заступает, к тебе заходит офицер, солдат, значит, и офицер, значит, там, они видели меня уже много раз там и говорят, Журулев, что у тебя есть, постоянка, что ли? Ты еще нормальный парень? Ты еще, я думаю, не дай бог, думаю, еще тронуться, еще не хватало умом. Думаю, не дай бог, думаю. Ну, значит, а когда началось видение, я подумал, вот то подумал первые секунды мысли, думаю, вот, наверное, все, вот так, наверное, как бы, да, и происходит сумасшествие. Никто ж не говорил, что Сереже, внимание, сейчас будет видение, сейчас Иисус придет к тебе. Я ж без всякого, я ж даже не рассчитывал там на столь высокий визит, как бы, и вообще, как бы, но я просил помощи, я просил помощи, конечно, моих сил уже не было никаких уже, и примерно так вопил я, безмолвно вопил, что, как вот тех евреев в Египте, да, вопль достиг до уха Господа. А я вопил примерно так, что, говорю, я же христианин Христос, говорю, я же христианин, кому мне еще обращаться вообще? Вот, я просил помощи, поддержки какой-то, вот, потому что сил не было никаких. Я, ну, я умирал, реально умирал, я это понимал, что все, значит, ну, думаю, как-то нехорошо все это вот так вот здесь сгинуть. И, знаете, да, коротко скажу, короче, представьте, стенка передо мной просто исчезла, и вместо нее вижу ярчайший свет, яркий-яркий свет. Ну, что такое полтора, ну, я тогда месяц был, еще месяц в карцере. И за этот месяц я настолько промерз, ну, представьте, целый месяц в одном ХБ, значит, при нулевой температуре, даже ближе к минусу, потому что на стенах лед образовывался. Вот, значит, ну, это нереально, то есть, ну, это все покойник, сто процентов. Вот, и я промерз, как вот этот мороженый эффект какой-то, наверное, элементарный. Ну, короче, ну, насквозь промерз, реально все. Значит, и представляете, этот свет, он был теплым, он согрел меня. И согрел, вот как вот сейчас вот микроволновка у нас есть, допустим, да, значит, тогда не знали, что такое микроволновка, но, в принципе, тот же, изнутри меня согрел. Не снаружи даже подогрел, как бы, да, так вот, а внутри холодненьким я был. Нет, изнутри меня согрел как-то этот свет. Он проходил насквозь. Я, как художник, еще удивился, как художник, что он проходит насквозь, не оставляет полтонов, теней. Это, я сразу обратил внимание, что это необычный свет. Он, во-первых, очень яркий, но он не резал глаза. Кстати, когда закончилось введение, никаких зайчиков не бегало перед глазами. Тоже для меня это было вообще шоком таким. Вот, но яркий-яркий. Сварка отдыхает. Солнце яркое в зените отдыхает. Там нам, когда в армии давали аппарат сварочный, там только одна маска была. Поэтому там за день насмотрелись на эту сварку так, что потом в вечер все вот такое распухшее. Вот, значит, ну, это как бы, да, ну, не знаю, так вот давали, вот одну маску почему-то. А надо было целый день там с этим аппаратом ходить везде, значит, там. Значит, и, понимаете, а здесь ярче, чем любая сварка, ярче, чем солнце, но глаза не болят вообще. И они вот нормально все воспринимают. И этот свет меня как бы согрел, настолько согрел, кстати, что я не остывал. Я еще там две недели оставался, значит, в этом карцере, и я не остывал. Я даже уходил оттуда не с болезненной температуры какой-то, а с нормальной температурой. Он как бы напоил меня, накормил, я не знаю, как это описать, как будто бы я выспался. То есть я не хотел, не хотелось ни спать, ни есть, ни пить. Не потому что привычка не спать, не есть, а потому что это было такое переживание, как будто мое тело накормлено, напоено, выспалось оно. Ну, знаете, вообще, ну, санаторий, профилакторий прям, и все. Вот, на курорте прям каком-то нахожусь, представляете? И, значит, то есть мое тело было даже довольно. Я уж про душу вообще молчу, как паровоз довольный был. Вот, значит, и вот интересно, я думал, ярче света уже не может быть ничего. Я ошибался, представляете? В этом свете вдруг я вижу еще ярче, хотя это было невозможно представить, что-то еще более яркое на свете. И в этом свете был еще ярче свет, и он приближался. И это был Иисус. В той реальности божественной, там сразу все понимаешь. Как помните, да, на горе преображение, там ученики, трое свидетелей, и они просыпаются, и они там не гадают, а что это за мужики там вместе с Иисусом стоят? А это, наверное, тот. У них не было же ни фотографий, ничего, как не опознали? Помните, вот, Моисей, Илья. И они не спорили, они точно знали, это Моисей, а это Илья. И не наоборот. Потому что в той реальности божественной сразу все соображаешь, все знаешь. Там как бы, там, одним словом описать, это знание. Ты как бы полностью, ты как старый андроид, который попал в зону Wi-Fi, и полностью все загружаешь, все обновляется, все полностью. Только не просто 5G, а миллион G просто вообще. Вот, да. А здесь как бомжи мы по сравнению с тем, что там вообще на небесах. Вот. И в этой реальности божественной там вообще там прекрасно вообще. И это Иисус. Ни на одной иконе, ни на одной картине я не видел такого Иисуса. Он счастливый, довольный вообще. Я не знаю, улыбка, знаете, вот все 32 или сколько у меня там зубов, я не знаю, не читал. Ну, короче, улыбка такая. Ни одной иконы такой я не видел вообще. Улыбающийся Иисус. И притом не натянута, не голливудская, а вот настоящая улыбка. Он такой счастливый, с таким довольством смотрит. Вообще. И еще вроде как обняться хочет еще. Вот так в руки поставил, вроде как обняться хочет и идет. У меня и так все уже, как говорится, кипил уже. Вот. А здесь вообще все кишки, как будто бы сердце, как будто на паровую баню поместили, вот реально. Сердце так билось, что сейчас выплюну его. Но не больно. Вот прям вот. Счастье-то какое, а слушайте. А он все ближе-ближе. И он все так вот вообще обняться вроде хочет. Я понял. Если бы еще секунду это продолжилось, я бы уже здесь не стоял. Я бы уже там уже в облаке смеетели где-то там. О-о-о. Привет там. Белая речка. Радоваться. Не, ну, я не... Я думаю, если бы еще секунду продолжилось, я бы не просто там вышел из тела. Это. Как вот я в 82-м выходил. Медленно меня выдавливало. Ерунда. Там выпрыгнул бы просто. Вообще просто выпрыгнул бы и все бы. Моментально бы. И... Но в этот момент, когда я бы уже вот все сиганул бы, он исчез. Опять стенка передо мной стоит. Опять я в этом, значит, там два шага сюда, там три с половиной четыре, туда, значит, короче. И все. Вот я стою в этом, как бы, цементном грузовом лифте, как бы застрявшем тогда на месяц. Вот, значит, и в этом холоде, в этом полумраке. Но никакие зайчики не бегают. И все сердце так же клокочется. Я понимаю, что, значит, вот, он сейчас здесь стоит, просто я его не вижу сейчас. И он там был. Самое интересное, вот, еще две недели где-то у меня оставалось там. Ну, как я не знал общего срока, сколько меня там будут держать. Вот. Но говорили каждый раз там, еще сутки, еще там трое суток добавляют и все. Набежал его полтора месяца, в общем, в целом. Вот. Я знал, что впереди дисбат еще. Иногда мысли были такие, а вот если дисбат, значит, отправить все-таки. Хотя внутри было понимание, что нет, я уйду сейчас домой уже, все. Вот. Не будет никакого дисбата. Я, ну, внутри знал это четко. Хотя я не слышал слова никакого, ничего. Но как-то по умолчанию как-то все как-то было так вот. Понятно, что я уйду домой. И так и получилось, кстати. И вот, знаете, произошло чудо. Я, значит, наверное, о чем еще расскажу коротко, чтобы время-то уже все. Что? Мы еще не делали причастие, хлебопреломление. Там вот в присутствии, в атмосфере в той, я многому научился. Вот те две недели стали счастливейшими неделями моей жизни вообще. Мне сейчас вот 54 будет, вот. Но за все эти 54 года жизни я как бы, ну, скажу, есть концентраты счастья некоторые, концентраты счастья. Они разбросаны как-то вот в осколки счастья. Какие-то особенные переживания счастья в жизни. Где-то больше, где-то меньше. Ну, а там две недели сплошной, знаете, как даже не молоко, а сгущенка какая-то вот. Вот этого счастья. Да. И поменялись тогда все обстоятельства. Тот офицер, который деньгами вперед меня хотел сделать, он сам уволился из армии в гробу. На офицеров страх напал. Спустя некоторое время просто я узнал подробности. Я тогда не узнавал всех подробностей. Мне было это ни к чему. Когда, значит, меня в часть снова в расположении роты я уже оказался. Я пришел в роту, там больше половины уже роты. Незнакомые ребята. Я их не знаю, молодежь. Вот. А я как вышел из окружения грязный. Такой весь был. И помылся впервые за эти полтора месяца. Пошел, значит, в столовую. Поел. Притом хорошо. Сделал еще плюс солдатский бутерброд такой. Знаете, когда батон этот по 20 копеек. Вот так вот его так было. Режешь. Туда примерно полторы-две пачки масла. Так в общей сложности получается. Сливочное, значит, там много сахара всякого, значит. Закрываешь и чайник кипятка, чаю. И, короче, это самое такое, был десерт такой был. Да. Короче, так я убил его. Кстати, никакого замороза кишок не было. Это я потом сообразил, что нельзя было столько много сразу есть. Первое, второе, еще добавки и такой мега бутерброд такой. Как бы, я поел. И, кстати, я думаю, так классно, все так легко, так вообще. А ведь полтора месяца не ест. Это ж там, ну, что-то все, помрешь. А как-то нормально, хорошо пошло. Как будто ел все время вообще. Без перерыва вообще. Вот. И, значит, снова в роту вернулся. Звонил со штаба полка. Я иду в штаб полка. Думаю, наверное, дисбатт. Я не знаю, короче. Вообще даже просто, ну, иду и не знаю, что будет. Начальник штаба выходит. Тот самый, который на меня там вообще всех собак спустил. Значит, вручает мне документы сопровождающего офицера, который меня до КПП довел, короче, штабиста какого-то. Короче, все. И иди отсюда, все. На все четыре стороны. Я, вот, я, понимаете, как вот, понимаете, как апостол во сне как будто бы думал. Как будто сон, думаю, наверное. Вот, иду и даже боюсь оборачиваться. Думаю, может, это провокация? Я сейчас скажу. Журавлев, стоять, как бы, назад, как бы. Я, поэтому, иду с документами и даже не оборачиваюсь. Вспоминаю жену Лоту, вообще не хочется оборачиваться. Короче, на этот садом, думаю. Короче, ушел. И только когда уже до Ленинградской дошел уже, я понял. Все. Это свобода. Вот это да. Аллилуйя. Да. Да. Слава Богу. А потом, спустя годы, я узнал продолжение этой истории. Я узнал, что было там, в этой части. Случайно. Его Величество Случай. Ну, это псевдоним Его Величества Господа Бога. Даже неверующие люди замечают, что просто так даже прыщ не вскочит. Не то, что там что-то произойти такое серьезное. И, значит, и представляете. Реально, я, значит, в электричке. Я служил в Рязани уже тогда. Священником в Рязани. В конце девяносто первого года стал священником в Рязани. Два класса в семинарии экстерном. Сдавал он два класса, потом заучно. И, значит, и я, значит, в самой Рязани служил и часто в Москву ездил электричкой. И однажды в электричку садится прямо в мой вагон мужчина такой, с такой бородкой такой, как Берри Мор. Я приглядываюсь, вроде что-то знакомое. А он меня сразу узнал. Особист со штаба полка, короче. Он меня сразу так, оба. Журавлев Сергей. Я говорю, да. Я, я. А кто вы, как бы? А он, а я, говорит. Он назвал как-то, я забыл даже фамилию его. Короче, он со штаба полка. Прапорщик бывший. Уволился из армии. Уже, значит, уже не служил в армии уже. Я так ничего, что товарищ прапорщик, что это за преображение такое. А он, оказывается, уже дьякором служил в Москве. Ну, в Московской области. Значит, да. Да, так что я уже, уже уволился прапорщиком. Стал, значит, пошел по этой стезе. И, говорит, толчком послужила вот твоя история. Вот, значит, вот это, да. Там, говорит, мы в штабе полка офицеры уже, как бы, ставки ставили наподобие того, кто, чья выдержит. Потому что знали, что за мной Бог, и много чудес было совершено. Просто многие офицеры испытали много чудес в жизни. Там, ну, за первые полтора года особенно. Вот. И знали, что в моей жизни было много чудес. Ну, там, когда в Наполеоне все знали, что я покойник должен быть, а я живой возвращаюсь. Все знали, это точно без Бога здесь не могло обойтись вообще. А меня поставили конкретно. То есть, ну, если все еще рассказывать, то живым никто не возвращался бы оттуда вообще-то. Вот. А я вернулся живым. Вот в чем дело. И они знали точно, это Бог. Вот, без Бога это было бы невозможным вообще. И при том, не один раз. Но один был вообще конкретный случай. Там вот такими глазами офицеры стояли. А я живой с полигон вернулся. Вот. И, значит, и они знали, что Бог со мной. Но. А у того все связи. У того папа, командующий военным округом. У него тесть, там, старший был тогда прокурор Советского Союза, значит, там, по этому, по Московской области. Старший прокурор. У него, значит, там, связи, там, ну, короче, все такие блатные были. Ну, как бы. Поэтому офицеры разделились во мнениях. Кто-то говорил, что моя возьмет, кто-то говорит, что его возьмет. Да, значит. И, представляете, когда, значит, все так произошло, как произошло. Я говорю, а что произошло? А ты не знаешь разве? Ну, что произошло? Я говорю, нет, я... Вот, как говорится, вот крест, я, значит, даже как ушел с части, даже и не интересовался, и все, как бы даже в ту сторону даже не смотрел даже вообще. Да ты что вы делаете? А там же чудо было. А какое? Этот же старший лейтенант погиб. И на всех страх такой напал вообще. И, притом, погиб так, что даже слухи ходили, вроде как, помогли ему погибнуть. Потому что, значит, ну, как бы слишком уж была смерть такая, ну, нереальная смерть просто. Там тоже подробности всех, если даже буду рассказывать, то очень долго будет. Одним словом, он не мог погибнуть так, как он погиб, в общем дело. Но его труп нашли. Его искали несколько, там, ну, долгое время искали его труп. Его унесло чуть-чуть течением даже, значит, на Тайнярском пляже, где нет ничего там, утонуть. Невозможно было ему вообще. Поэтому, говорили, ему помогли, скорее всего. Такие слухи ходили. Но кто помог? Никто бы с ним не связывался вообще. Я думаю, может, ангелы помогли. Вот. Однажды мы трупы видели коней и всадников на берегу Красного моря. Вот. И воспели песни Богу Святому. Хотя в этот момент по преданию еврейского пришли ангелы, Господни, посланники Всевышнего и сказали людям, пожалуйста, не так сильно радуйтесь. Почему? Потому что это тоже мое создание, и Бог плачет на небесах, да, видя коней всадников этих потопленных. И когда я узнал подробности той истории с армией, когда тот прапорщик, бывший тогда дьякон уже, мне все так пересказывал, у меня, знаете, прям аж шерсть дыбом вся поднялась. Я говорю, что, ой, если бы с собакой был бы, она мне вот так, наверное, стояла бы так все. Вообще. Потому что больше от присутствия Бога. То есть я понимал такие вещи, стал понимать, как важно молиться за тех, кто гонит нас, загонителей наших. Да, время уже к концу, да. Мы подходим к проповеди, к хлебопреломлению, причастию, евфолистии. И вы знаете, кто-то верит в символизм происходящего, да, ну, протестанты чаще всего, да, так вот верят. В православие у нас придет верить в превращение, в притворение, в тело и кровь, в буквальное притворение. Но это, в принципе, все второстепенные вещи, на самом деле. Первостепенные – это любовь. Кто любви не имеет, тот вообще ничто. Верит ли он в символизм или в буквализм происходящего – это все второстепенные, третьестепенные вещи. Самое главное – это любовь, на самом деле. И Христос Иисус, кто принимает Его жертву, это самые счастливчики, везунчики в жизни вообще. Знаете, много разного в этом мире происходит, но… Он нас сделал родными, Бог нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Иисус, нас зовут христиане, Бог нас сделал родными, Бог нас сделал друзьями. Иисус, дал нам новое имя. Иисус, нас зовут христиане, то есть по-русски помазанники. Почему? Потому что помазанник в нас, Христос в нас, упование и слава, ожидание еще большей и большей славы Божией. Благоставляю всех вас, дети Божьи. Благоставляю здесь, в Белореченске, и это собрание, и всех верующих этого города. Пусть Господь благоставит в эти предпасхальные дни из-за многовековой традиции антисемитизма. Да, у нас принято Пасху позже, совершать намного позже. В этом году, получается, 16 апреля. Но лучше поздно, чем никогда, конечно, да. Вот, значит, в конце концов, сама Пасха наша – Христос, законный за нас. Самое важное для нас, новозаветных верующих, самое важное в Пасхе – это сам Христос, который и тогда при Моисее присутствовал, прежде чем был Авраам вообще, он уже был уже. И вообще, в начале было Слово вообще, в начале было Слово, и всё через него начало быть, всё начало быть. И без него ничто не начало быть вообще. Он есть и Альфы, и Омега, начало и конец. Вообще, это самая удивительнейшая личность во Вселенной вообще всей. Даже когда ещё нас в помине не было никого, вводил первородного, когда Бог во Вселенную сказал ему что? Всем сказал, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Ну, конечно, там, у некоторых ангелов, конечно, их теология трещала. Ну, конечно, Бог когда вышел, он в начале, наверное, сразу прямо в микрофон такой встал. В начале встал, наверное, ангелы, Аллилуйя, все довольны. У нас сегодня необычное собрание все, у нас каждое собрание необычное. У нас сегодня самое необычное собрание. Вот, у меня есть сын все, Аллилуйя, мы все сыны твои. Не, вы не поняли, у меня есть вообще сын, которого вы не знаете вообще. У вас еще никого не было. И такая, думаю, вопрос такой у многих возник. От кого? Как? Где этот сын вообще? Мы же, казалось бы, все знаем уже, все видели уже. Мы знаем, только Господу Богу поклоняемся, ему этому служить. Все, как у нас, чин-почин. Наши теологии ангельские, наши семинары ангельские уже. Мы все защитили там все степени ангельские. Вот это да. И Бог говорит, поклонитесь ему. И вот здесь началось. Первым бросил гитару лидер поставления. Вот это уже церковь не такая вообще. Здесь что-то теологически, что-то неправильное. Кто со мной, тот герой. Нет, давайте мы отделимся. Ну, примерно треть за ним последовала. Они свое собрание отдельно делали. Поначалу у них все было так же, в принципе, нормально. Потом все хуже и хуже, как бы вообще. Что-то у них началось такое. И до сих пор бардак. Все хуже и хуже. Настолько, что мага не верю. Иисус стал камнем разделения, раздора вообще там, в том мире. Нас еще никого не было. Даже наших прародителей еще не было. А уже война эта произошла. Но те две трети, которые сообразили. Пусть это непонятно нашему сознанию. Пусть это всю нашу теологию ангельскую просто взрывает. Но мы это сделаем. По слову твоему мы это сделаем. Мы поклонимся ему. И вот у них до сих пор все нормально с Богом. У этих ангелов до сих пор все хорошо. Две тысячи лет назад примерно такая же история, но немного в другом формате, произошла в нашем измерении человеческом. Пришел Сын Божий и Сын Человеческий. Поначалу, Аллилуйя тоже. Пришел даже один из батюшек и говорит, о, мы знаем. Мы, говорит. Не мы там Николай Второй, а мы там. То есть, митрополитбюро там какое-то. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И мы такие дела, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. А Иисус как будто мимо ушей пропускает вообще. Не о том ты вообще, батюшка, говоришь. Должно родиться свыше. А потом, когда в 11 главе Иоанна Бог показал такое чудо вообще невероятное. Иисус воскресил Лазаря. Помните, да? Это удивительно. Уже был четвертый день. Иисус шел как бы, но не торопясь. Спешил, но не торопясь. Помните, да? Потому что, если бы он пришел в первых три дня и воскресил друга своего. Ну, во-первых, и Марфа, и Мария верили, что если бы он был там, он не умер бы, брат. Точно бы исцелился бы. Но даже если бы уже умер, первых три дня лишь доступно для воскрешения у мертвого человека, согласно еврейской теологии. Если бы в первых три дня пришел бы Иисус и воскресил бы, то он дал бы еще больше оснований верить в него как в пророка, посланника Всевышнего Бога, помазанника. Все прекрасно. Ну, не всем, но в принципе понятно. И врагам, и друзьям понятно. Но он воскресил уже в четвертом дне. Были признаки разложения. И уже ни одна богословская школа тогдашнего и сейчасшнего иудаизма не согласится с тем, что воскрешение возможно вообще. Воскреснет, да. Ну, в последний день. Иисус сказал, я есмь. Я есмь. Я есмь. Воскресение. И жизнь. И когда он сказал Лазарю, выходи. И когда вышел обвитый теленами, это был ужас и восторг одновременно. И уже после этого религиозно-мафиозная структура вся приняла решение убить Иисуса. Заодно и Лазаря, чтобы молчал. Он, видимо, не молчал. Он, видимо, там много что рассказывал. Да. И система хотела убить Иисуса именно после этого. Почему? Потому что она была последней каплей, которая переполнила их терпение. Потому что нельзя уже было признать его просто пророком. Надо было склониться пред ним. Но здесь уже гордость не позволяла. Теология не позволяла. Многовековая уже система иудаизма тогдашнего, сложившаяся веками, не позволяла. Но блаженны те. Пришел к своим. Свои не приняли. Но тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Которые родились не от хотения мужа, не от плоти, а от Бога. И сегодня то же самое, друзья. Иисус на кого упадет, раздавит в лепешку. Кто упадет на него, в дригерский разобьется. Он основание. На нем можно строить. Но с ним невозможно воевать вообще. Невозможно с ним бороться. Невозможно с ним бороться. Это величайшая глупость человеческая. Смириться, признать Иисуса Господу. Поэтому в зале, если есть люди, которые еще могут соединиться, есть такие товарищи, которые имеются на святоварище. Вот. Может есть сочувствующие, допустим, как бы, да. Сегодня ваш день. Скажите просто, сдайтесь и скажите, Господь Иисус Христос, я сдаюсь. Я принимаю Тебя своим Спасителем Господу. Скажите Иисус Христос, вводи в мое сердце, живи во мне. Я сдаюсь полностью. Все. Я много не понимаю, да и до конца своих дней не буду все до конца знать. Но я знаю одно. Ты меня любишь, и ты умер за меня. Я великий грешник, а ты великий праведник, и ты умер за меня. И воскрес для моего оправдания. Вот скажите своими словами, поговорите прямо сейчас. И Он прямо сейчас здесь, и Он придет в вашу жизнь. И все полностью переменят. Полностью воскресенье. Поднимите, друзья, помолимся. Отец, я благодарю Тебя за сегодняшний день и за это хлебопреломление сегодняшнее причастие. Ты наша жизнь, Христос. Ты воскресенье наше. И ни в коем другом нет спасения. Благостави Церковь свою по всему лицу земли, распространившуюся во всех странах, на всех континентах. Много разных конфессий, динаминаций. На этом многометвистом древе ветвей огромное количество и живых, и мертвых, всяких, всяких, всяких. И древних, и молодых порослей, и плодоносящих, и пустоцветов, всяких, и надломленных, и отломленных, и привитых, и природных. Огромное древо. Просто невероятно огромное древо жизни. И оно все животворит. Потому что корень один Иисус Христос. Ствол один. Основание одно. И блажено те, которые, неважно, природные, или привитые, или старые, или новые. Блажено те, которые действительно питаются твоими соками жизни. Принимают себя внутрь своего естества. Потому что в этом наше все. Спасибо тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа. В Духе Святом. Благоставляя моих братьев и сестер. Благоставляя церковь. Тем более, в преддверии праздников этих. Боже, пусть праздники Пасхи, и по библейскому календарю, и по церковному. Пусть они будут напоминанием всем о твоей великой любви. Которая тогда и при Моисее была явлена, и во дне Иисуса, и сейчас является. Каждому дне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok